Прости, мой маленький. Прости, мой маленький. Браво, браво. Мне понравилось. Отличный мальчик. Вообще-то это девочка. Ее родители убеждены, что теперь ее ждет судьба телезвезды. И когда я это увижу в эфире? По утвержденному медиаплану стартуем в понедельник. Ну, так, может быть, отметим первый этап нашей младенческой рекламной кампании по рюмочке молочка в соседнем ресторанчике. Заманчивое предложение, но... За детей. Святое дело. Иван Иванович, я могу предложить вам кофе прямо сейчас. Оля. Марина Олеговна, почту принесли, я оставила вас на столе. Спасибо. И будь добра, сделай гостю наш фирменный кофе с молоком. Нет, нет. Только без молока. С коньяком. Ну, а Соколова этот ролик еще не видела? Нет. Надо показать. Пусть оценит, какую я рекламу для ее отделения организовал. Да, я позвоню. Пусть оценит. Пусть оценит. Пусть оценит. Боже, а что же это за трепье-то страшное? Я здесь. Так в нем лежал. В этой картонной коробке. Завернут в это одеяло. Прямо за мусорным баком. Заботливая мамаша какая. Мне бы, я бы ей все руки повыдергивала. Лида. Ну, извините, пожалуйста. Укройте его. Ну, как же так можно, а? А что же, вы кого-нибудь нашли? Ой. Работаем. Оперативная группа как раз опрашивает свидетелей. А я сюда. Дальше не положено. Скажите, а вы спасете ребеночка? Ну, это же Соколова. Конечно, спасет. Соколова пока что не дозвонилась, но обещаю, мы обязательно покажем ролик перед выходом. Вы не беспокойтесь. Иван Иванович, извините, я сейчас на минуточку. Как всегда, все и сразу. Алло. Звонок сорвался. Странно. Номер международный, какой-то код непонятный. Какой код? Да единица. А, так это Америка. Да? Да, у меня партнер там. Вечно звонит среди ночи. У них же там день. Ну, так что, Мариночка? Пообедаем или аппетит пропал? Кстати, в Америке одни гамбургеры. А я предпочитаю такой хороший, сочный кусочек свинины. Навертели, да? Крест готов? Сейчас выставлю температуру. Сначала согреем, потом помоем. Снимем все параметры. Возьмем цитаты становища и гепатиты. Ребеночек стащен. Слабенький. Внешних повреждений нет. Никаких патологий вроде не вижу. Юлия Борисовна, вот не перестаю восхищаться вами. Вот вы всегда такая модная. Вы всегда при макияже. Ну, вот когда вы все успеваете, ну... В нашем деле главная дисциплина. Угу. Ординаторская. Юлия Борисовна, нас подкидыш в отделение. Требуется ваша помощь. Мое дежурство уже закончилось. Юлия Борисовна, у нас ЧФ. Вера Васильевна, я переоделась уже. До свидания. А дисциплина – это правильно расставленный приоритет. Иван Иванович, простите, не могу. Получила приглашение на встречу выпускников. Нужно успеть собраться. Все-таки 30 лет, как закончили институт. Думаю, адреса-то перепутали. Больше 10 лет назад, Мариночка, вы выпуститься не могли. Спасибо за комплимент. Ну, десятилетие выпуска у моей дочери, а в ресторан мы с вами обязательно сходим. В другой раз. Ловлю вас на слой. Ну что, я доволен результатами осмотра. Репродуктивная функция полностью восстановлена, как я и говорил в прошлый раз. Так, что такое? А ну-ка, ну-ка, присаживайтесь. Я в отчаянии, Артем Сергеевич. В чем причина? Что такое? Ну, три года не предохраняемся. Забеременеть никак не могу. Ну, вы знаете, вот сейчас я совершенно не вижу повода расстраиваться. Правда. А что ваш муж? Он проверялся? Делал анализы? Муж? Я сейчас выпишу направление. Он здоров, никогда ни на что не жаловался. И, тем не менее, нужно провериться. Знаете, чтобы исключить все возможные причины. А как мне ему об этом сказать? Господи, да это же ваш муж. Ну, так прямо и скажите. Я умоляю вас, перестаньте расстраиваться. Стресс тоже отрицательно влияет на репродуктивную функцию. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Маринка. Островская, привет. Ой, какая ты красивая. Галка. Галка, шпаргалка. Сто лет не виделись. За платьем на нашу встречу пришла. Ты прям касанка. Они очень откровенны. В твоем-то возрасте. Ты права. Я тоже так подумала. Ой, с твоей фигурой тебе все к лицу. Кофе? Нет, спасибо. Мне, пожалуйста, воды без газа. А все ладно. Пусть будет кофе. И подберите-ка мне вечерний наряд поярче. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Так ты это берешь? Нет, нет. Это точно не мое. А кто на встречу приедет, знаешь? Нет. Твой Дмитрий из Америки. Я еле его контакты в интернете нашла. Ну, он 30 лет как не мой. Кристиночка, я, пожалуй, возьму то первое платье. Хорошо. А он тебя не забыл. Только ему написал, а тут же ответил. И сразу, Марина будет? Я говорю, я не знаю. Всех пригласили. И он попросил твой телефон. Я хотела тебя предупредить, но я закрутилась и забыла. Пожалуйста. Спасибо. Галочка, я пойду, очень спешу, извини. До встречи. Привет. Ты собираешься на свидание, мам? Ого. Любимые духи на особый случай. Что за случай такой? Просто встреча выпускников. 30-летие выпуска. Стариковские посиделки. Не верю. Ты бы так никогда не нарядилась. Да, угадаю. Встречаешься со своим новым тренером по фитнесу. У меня действительно встреча выпускников. До свидания. Со своей первой любовью. Мама, я поговорить с тобой очень хотела. Давай отложим до завтра. Мари, не откажи. Привет, ребят. Мастер издалека, слышно. О, а вот и наш американец. Теперь понятно, с кем я выпью виски. Привет, Слава. Здорово. Ну, помнишь, как в институте? Отпеваю у тебя партнершу. О, ну. Борисович, ты не против? Очень извинялась. Честно. Насколько? Столько лет думала о нашей встрече, а теперь не знаю, с чего начать. Придумай что-нибудь. Скажи, ты вспоминала обо мне? Иногда. Кокетка. А мне ты снишься до сих пор. Видимо, мы не все сказали друг другу. Я бы удал сейчас все. Только бы остаться с тобой на едине. Неудобно. Действительно очень. Хочется сбежать. Так давай бежим. Так и промолчим весь вечер. Хочу знать о тебе все-все. Как ты живешь? Милая, может, пойдем уже спать? Да, я засиделась, поработать хочу. Ты не переживай, Наташа. Доктор же сказал, что у тебя хороший прогноз. Да, конечно. Просто результата нет. Ладно, пойдем спать. Что-то у меня аппетит разыгрался. Составишь компанию? Нет, спасибо, милая. Слушай, я тут подумал. Наташа, мы тебя-то лечим, а я даже не проверялся. Странно, что твой врач ничего не сказал обо мне. Будто и меня нет вообще. Я тоже хочу сдать анализы. Мало ли. На самом деле он говорил. Даже направление тебе выписал. А ты молчишь? Завтра же пойду. Прости, никак не решалась тебе сказать. Дуреха. Ну я же с тобой. Ты как будто не доверяешь мне. Ладно, давай, что ты там ешь? У меня аппетит разыгрался. Так, сыр есть. Сыр? Сыр. Может, вина? Нельзя. Да. Мы готовимся. Сто лет на родине не было. Могу провести экскурсию. А в наше прошлое, да? Помнишь, что здесь было? Магазин. А вот там была парикмахерская. Точно помню, потому что мы там косы отрезали. А там был ломбард. Я туда сдал шесть серебряных бабушкиных рюмок, из которых никто никогда не пил. И на эти деньги мы с тобой поехали в Питер. Подожди. Ты же мне говорила, что бабушка подарила тебе сто рублей. Бабушка прислала сто рублей. Что хотите, то купите, да и нет, не говорите. Ножами и ножницами не режь, ты меня липишь? Да. Проиграл? Просто я хотел сказать, да вот же оно то наше место. Помнишь? Угу. Ливень стеной. Угу. А мы стоим с тобой в телефонной будке. Вот это я тебе привез. На память о том нашем свидании. У меня уже есть телефон. Ну, такого нет. Тут в памяти только один номер мой. Может, позвонишь? Спасибо. Наташка увидит, все равно отберет. Кто это? Дочь. Сколько ей? Тридцать. Моей жене тоже тридцать. Второй жене? Нет, первой. Просто долго не решался. Казалось, все не так уж страшно. Тот все, как ты любишь. Помнишь? А я вот постаралась все забыть. Совсем ничего не помнишь? Ничего-ничего? Я хочу, чтобы ты вспомнила. Скажу тебе, что ты красивая. Что ты любовь моя, наверное. Я тоже хочу. Что ты судьба моя, счастливая. Общие усилия Ночмеда перинатального центра Скуратовского, отделы опеки Юшковой и, конечно, горздравотдела принесли, наконец, долгожданный результат. Сегодня, благодаря нашему уважаемому спонсору Ивану Ивановичу Трофимову, мы открываем окно жизни. Вера Васильевна, это же была ваша идея. Вы столько месяцев ее продвигали. Какая разница? Главное, что теперь детей не будут оставлять около мусорных баков. Окно жизни – аморальная затея. Мы помогаем плохим матерям бросать своих детей. Ну, как говорится, в добрый путь. Иван Иванович, по-моему, открытие окна жизни прошло замечательно. Вам понравилось? Да, я вот на плакате как живой. Молодцы. Отличная реклама, отлично. Спасибо. Вера Васильевна. Да. Ну, а вам как презентация? Извините, мне кажется, благотворительность должна быть анонимной. Знаете, мне стыдиться нечего. Это непутевые мамки, которые детишек своих бросают. Пусть имена свои скрывают. А я делаю доброе дело. И люди должны об этом знать. Дорогие коллеги, сейчас мы всех приглашаем на небольшой кушет в честь открытия окна жизни. Пойдемте. Прошу. Пойдемте. Я сам детдомовский, это если кто не знает, хлебнул лихо, а человеком стал. Так вот, без папки и мамки ребенку беда. Да и с поганой мамкой тоже не легче. Вот раньше, что она делала? Бросала свое дитя где ни попадя. А мы сегодня не для нее, нет. Для карапузов, которые ни в чем не виноваты, большое дело сделали. наше окно жизни ни одну жизнь спасет. Давайте за это. Давайте. Давайте, Мариночка, за продолжение нашего сотрудничества и рекламной кампании. Какую мы сегодня с вами презентацию отгрозили. Красота. Спасибо. Давайте, давайте. Ну, вот ягодки, пожалуйста, угощайся. Что такое? Что такое? Вам нехорошо? Сердце закололо. Сердце? Послушайте, тут врачей полно. Давайте я кого-нибудь позову. Не, не, не. Мне нужно людям праздник портить. Мы с вами столько сил в него вложили. Давайте, давайте на свежий воздух. Я вас провожу. Это лишнее. Спасибо. Спасибо. Правда. Правда. Ну, смотрите. Можно надеваться? Да, пожалуйста. Спасибо. Вы обратились не по адресу. Значит, все хорошо? Кардиограмма у вас нормальная. А тошнота и боли в сердце в вашем возрасте при беременности нормальное явление. Больше отдыхайте. Следите за питанием. На всякий случай проверьте сахар в крови. Я беременна? На учет советую встать в перинатальном центре. Там грамотные специалисты. Нет, вы ошиблись, доктор. Этого не может быть. Но как вы могли диагностировать мне беременность? Вы же кардиолог. Я услышала, как бьется еще одно сердце. Поздравляю. Женщина, ну что вы встать? Простите. Простите. Привет. Почему ты дома заболела? Нет. Просто кардиолог посоветовал денег передохнуть. Сердце, какие лекарства, нужна? Ну вот. Ну что за паника? Все хорошо. Наташка, ты что плакала? Ну давай рассказывай. Да потом поговорим у тебя сердце. Нет, давай сейчас, иначе мое сердце еще больше разболится. Говори. Ну что? Гинеколог сказал, что возможно Игорь бесплоден. Даже если это так, я все равно его не брошу. У нас не будет. Детей. Я так упорно лечилась, так надеялась. И вот теперь, когда я здорова, оказывается, Игорь. Ну за что, мамочка? Наташенька, ну что ты у меня за паникюрша? Я так понимаю, еще ничего не известно. Ты вылечилась, значит и он вылечится. Даже если этот диагноз подтвердится. Ребенок сам знает, когда именно ему появляться на свет. Мам, ты что, платишь? Ты же никогда не платишь. Не буду. Так, мы найдем хорошего врача для Игоря. Он его посмотрит. Может быть, у него вообще ничего нет. Я знаю. Мы сейчас проводим рекламную кампанию для перинатального центра. Я разнакомилась с врачами. Попрошу, чтобы мне посоветовали хорошего специалиста для твоего мужа. Как я хочу ребенка, мам. Я знаю. Ты держись, Наташка. Игорь, поддерживай. в жизни столько всего неожиданного происходит. Никогда не думала, что ты так сильно хочешь стать бабушкой. Здравствуйте. Здравствуйте. Новость номер один. Я уезжаю. Куда? В столицу. На тренинг для руководителей рекламных агентств. И надолго? Несколько месяцев. Ого. А что, бывают такие длинные тренинги? Никогда не слышал. Трофимов нас замучает. Ну, вот и проявите себя в работе со сложными клиентами. Но, если что, буду подстраховывать дистанционно. Позвоните ему, Марина Олеговна. Успокойся. Он же из нас только всю кровь выпьет, пока вас не будет. Иван Иванович, добрый день. А я только что о вас подумал, легки на помине. Мариночка, скажите мне, ну вот, к примеру, если я полгода рекламирую конфеты, малыш, и за это время никто не купил ни одной, ну вот даже не попробовал, это что значит? Что мои конфеты невкусные или реклама плохая? А? Иван Иванович, это некорректное сравнение. Мы полгода занимаемся рекламой бэби-бокса, а не конфет. И мы рекламный договор подписали на год для того, чтобы у нас был запас времени. Я уверена, еще несколько месяцев и подкидыш появится. А вот я не уверен. Наоборот. Может быть, хватит выбрасывать деньги на рекламу, это в тот самый момент, когда все уже знают о бэби-боксе и сколько сил вы потратили на его открытие, Иван Иванович. Поверьте мне, результат будет, я чувствую. Моя интуиция меня никогда не подводила. Клянусь, если за несколько месяцев подкидыш не появится в бэби-боксе, я сама его рожу и подброшу. Ну, смотрите, Мариночка, ловлю вас на слове. Я бы так не смогла. Что делать? Мы не имеем права потерять такого жирного клиента, как Трофимов. Оля, мне нужно сделать еще один очень важный звонок. Алло, Вера Васильевна, здравствуйте, Марина Островская беспокоит. Она уезжает. Люблю тренинги. Я бы тоже с удовольствием получилась бы чему-то новому. Ты костюм делово берешь? Не забудь, мама, ты в последнее время так кардинально изменила гардероб. Психологи говорят, если женщина резко меняет стиль одежды и прическу, то... Ну, это к добру. Не сбивайте меня с мысли. В перинатальный центр позвонила. Договорилась о консультации для Игоря. Завдетским отделением Вера Васильевна Соколова познакомит вас с очень хорошим репродуктологом. Его фамилия Борадзе. Запишите. Запомним. Спасибо, мамочка. Кто держит за вас кулаки? Вчера встретила на улице дочь своей подруги. Катя, не помнишь? Ну, она старше тебя. Так вот, тоже проблема. Вышла замуж, детей все не было. Усыновили мальчика. И ни минуты не пожалели. Вчера смотрю на нее, она светится от чести. Говорит, на нее похоже. А может, и нам усыновить ребенка? А, Наташа? Я, как бабушка, будущее категорически за. Ну, зачем нам кого-то усыновлять? Я еще не потеряла надежду сама родить. Одно другому не мешает. Ну, давай уже свой торт. Игрушку. Спасибо. А мне эта идея нравится. Мы подумаем. Правда, Наташа? Думайте. Думайте, думайте. Так это по поводу вас звонила Марина Островская? Да. Моя жена Наталья наблюдалась у доктора Сокина. И он мне выписал направление к репродуктовому. А вот как раз и наш доктор. На следующей неделе жду вас на консультацию. Спасибо. Вахтан Георгиевич, здравствуйте. Вот Игорь, его семья, друзья нашей клиники. Вы уж позаботьтесь Вахтан Георгиевичу. Ну, когда такое было, чтобы я не позаботился. Вот, Иславна, забирайте. А вы передавайте привет Марине. Хорошо. Удачи вам. Спасибо. А что с анализами у Игоря? Репродуктолог говорит, что путь предстоит записала его на экспериментальное лечение, чтобы испытать новую методику. А время-то идет. Да. Кстати, мы очень много говорили о твоей идее по поводу усыновления. И что? Игорь не хочет терять время. Да, мы вообще всегда мечтали о погодках. А с нашими проблемами это просто кажется фантастикой. Так что собираетесь усыновлять? А почему нет? У нас все есть. Мы даже уже на консультации были. Можем взять малыша буквально через пару месяцев. Надо только справки собрать. Ну, теперь можно ехать со спокойной душой. на дорожку посидели. Наташка, ты только не переживай. Ты же понимаешь, ты не одна. Да? Я всем помогу. Доченька. Это такая радость. Поверь мне. Так, опоздаем еще. Я чемодан. Слушай, давай я вон на колесиках возьмешь сумку. Угу. и не забудь поливать цветы. Мариночка. Мариночка, доченька, доченька. Редная моя. Вроде как поправилась. Я очень рада тебя видеть, мамочка. А ты приезжай почаще. Почти год не была у меня в гостях. Ну, вот и приехала. И надолго. Ха. Небось, на пару дней? На несколько месяцев. ух, тяжеленный. Ничего. Случилось что? Все нормально. Ой, давай помогу. Ты как позвонила, что едешь, я сразу же тесто замесила и спекла твои любимые пирожки с капустой. Как вкусно пахнут. Кушай. я у тебя сразу в детство возвращаюсь. Кажется, будто я маленькая девочка. А ты и есть моя девочка. Только я вот смотрю на тебя и думаю, что я еще раз бабушкой стану. Ну, мама, у тебя глаз алмаз. Только не бабушкой, а прабабушкой. Наташенька забери меня. Слава Богу. А ведь я молилась. Мамочка, ты о суррогатном материнстве слышала? Ну, ты же все медицинские программы смотришь. Это когда чужому ребенку свой живот сдаешь? Да, но в моем случае не чужому, а родному внуку. Ну, не может Наташка забеременеть. Вот решила ей помочь. Вынашиваю и с Игорем ребеночка. Господи, боже мой. Молодежь какая, не беременеет, мать за них. Доченька, а тебе не страшно? Ну, ты вроде не молодая уже. А вдруг что? Так, еще одна паникерша. Все будет хорошо. Мама, в городе об этом никто не знает и знать не должен. Я поэтому к тебе рожать приехала. А тут как мы от всех скроем и соседи точно будут интересоваться. Ну да, от наших соседей ничего не скрыть. А ты им скажи, что я замуж вышла. за американца. Приехала к тебе рожать, пока он там в своем Колорадо гнездышко семейное бьет. Ох, Мариночка, и красавица ты, и умница. Только за что же Бог тебе такую трудную судьбу уготовил. И вот Наташа никак не будешь традить. А кто там у тебя девочка и парень? Не знаю. Потрогай, как толкается. Ой. Ди сюда. Чувствуешь? Ага. Ох, ты. Ой, моя девочка, девочка. Ну вот, держите. И не забывайте, принимать каждое утро натощак. возвращаю вам вашего мужа, красавица. Такого ответственного пациента у меня давно не было. Мы очень надеемся, что лечение принесет результат. Вы знаете, главную работу выполняют аисты. Мы просто пробуем им помочь. До свидания. До свидания. До свидания. Гришко, пойдемте. Что новое? Да пока не очень. Ну, ты не расстраивайся, солнышко. Мы же договорились усыновить ребенка. Лечение может затянуться надолго, а я хочу быть молодым папой. Так, ты кого хочешь, мальчика или девочку? Кого бог пошлет. нет, я пить не буду. Одну каплю с подругой за успешные роды? Кто, Наташа, твой принимал? Я. Слушайся, кушерку. А кушерка плохого не посоветует. Угу. Давай, давай, давай. Немножко можно. За встречу в родных кровях. Вкусно. Я когда Наташку рожала, ты больше меня боялась. Да, конечно, боялась. Это ж первые роды после медучилища. Не переживай. Я руку набила за эти годы. Родишь у меня, как миленькая. ты лучше признайся подруге. Как это тебя в полтинник залететь угораздила? Замуж вышла за американца. Вот рожу, поеду в Америку. Буду ребенка на ранчо в Колорадо растить. Там просторы, красота. лошади, коровы. Ты кому сказки рассказываешь? Ты от наших коров драпала в свой институт, только пятки сверкали. Первая любовь. Встретились через 30 лет. Забеременела. Аборт поздно было делать. Света, я только прошу тебя, никому ни слова. Ну, ты бы хоть имя своему американцу-то придумала. Ту бабы возле магазина спрашивают, что же американец такой у Маринки? Как зовется? Уже? Ты же Маринкина подруга должна знать. А я говорю, Ричард. Ну, как Ричард, Гир? Пусть будет Ричард. Руки у тебя отягать начали? Да. Может, ко мне в больничку на сохранение? Нет, нет. Я с мамой побыть хочу. Ну, ты же рядом. Ну, вдруг что ты по соседству? Что, дочка? Не спится? Или плохо стало? Что-то спину еще натянет. Живот опустился. Господи. Ой, мамочки, если это роды... Ой! Еще же рано. А ну-ка, давай-ка. Ой, мамочки. Ладно, тихо. Приляг. Ой. Мамочки. Ой, вот. Опа. О, тихо. Ой, мамочки. Господи, Господи, Господи. Все, мамочка, дальше мы сами. Не волнуйся. Не волнуйся. А, дело вам на дорогу. Спасибо. Ой. Так, так дело не пойдет. Ты что, с ума сошла? Я дома рожать не буду. Да я победу. Я сяду за руль. А ты водить умеешь? Мы в школе вместе же на курсе вождения ходили. Ой. Ой, Светка. Ой. Ой. Деньги будет хорошо. Ой. Ой. Сашенька, ты Петровичу звонил? Не может. Почему? День рождения празднуют. Тоже мне. А сегодня Сережа дежурит. Ох. Ну, ничего, Сашенька, справимся. Вы же там готовьте все. Мы через 10 минут будем. Ой, Светочка. Больно. Ой, как больно. Ну, что ж ты крутишься, Марин? Ой. Ты расслабься и дыши. Ну, вот че ты вцепилась в телефон? Положи его в сумку и дыши. У меня сумки нет. Господи, вот видишь, сумку она взять забыла, а телефон взять не забыла. Кому ж ты звонишь, безражды? Американцу своему. А, американца. Ох. Нет, до Америки мы не дотянем. А вот до больницы, будь добра, потерпи. Ой, да я терплю. Ох. 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 Не волнуйтесь. Анастезируется нижняя часть тела. Так, мамаша, глаза откройте, вы должны видеть, как появляется на скепошный ребенок. Я тут варенка кесарить будем. Что ж ты с раскатюшелькой, без родовой деятельности? Совсем забыла, как детей рожать, доктор? Доктор, может, нашатрю? Нет? Как вас в институте учили? Три разреза. Живот, матка, плодный пузырь. В экстренных случаях первый разрез вертикальный. С Богом. Скальпель, зажимы подготовьте. Так. Барышня у нас нежная. Осторожно, бережно надо. Что с наркозом? Порядок. Так, подруга, взбодрите ее. Глаза снова закрыла. Марина, Марина, давай, давай, приди в себя. Ты должна быть в сознании. Так, не бойся, не бойся. Больно не будет. Сейчас, сейчас. Губы смочу. Доктор, что у вас? У меня первая Кесарева. Мама уже третий день и звонит. Может, наконец-то занялась своим тренингом? Я, конечно, хочу усыновить ребенка, но она, мне кажется, хочет этого больше нас. Она тебе звонила? Почему мне не сказал? Лена просто спрашивала, взяла ли я справку из ЖЭКа для усыновления. Угу. Узнаю маму. Она деловая женщина. Хочет поставить галочку в графе внук. Дочь вырастила, выучила, замуж выдала. Нужен последний штрих. А сама с чистой совестью на свободу. В личную жизнь. Мм. Про личную жизнь что-то конкретное? Даже очень. У нее какой-то там однокурсник объявился. Мм. Все. Я бегу. Угу. Опаздываю к доктору. Составлю тебе компанию. Кто меня еще, кроме Барадзе, красавицей назовет? Я назову. Ты моя красавица. Спасибо всем огромное. Светочка дорогая, ты так мне помогла. Я бы одна не справилась. Ну, если так все понравилось. Милости просим. Приходи за третьим. Обязательно. Еще через 30 лет. Я вам справку забыл отдать. Вот уехала бы без справки. и кто бы поверил, что это ты родила. Спасибо вам, доктор. Ну, мне пора. Доченька, с таким маленьким дорогу после операции вот была бы пару дней. Мамочка, не могу. Дел много накопилось и малыша нужно Наташе передать. Да передай им, что рада за них. Обязательно передам. Не волнуйся. Ну. С Богом. Как приедешь, позвони. Ты только не бойся. Ничего не бойся. Слышишь? Мама тебя не оставит. Слышишь? Я тебя обязательно заберу. Вот и молодец. Вот и молодец. Я тебя не знаю. Я тебя не знаю. А-а-а-а! Скоро увидимся, родненький. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok